Сто лет назад, в 1917 году, в Украине произошла национально-демократическая революция, в результате которой была провозглашена независимая Украинская Народная Республика. Казалось бы, Украина получила долгожданный шанс стать демократической европейской страной. В той атмосфере хаоса, который возник на востоке Европы, особенно хаоса, который возник на территории Российской империи, когда фактически временное правительство России не удержало фронт в составе Антанты против Германии, Украина в тот момент была островком стабильности, даже в том виде, каким он был. Объективно посмотрим на ситуацию в Восточной Европе. Никого нет. Ни одной страны. Ни Польши, ни Чехословакии, ни Венгрии. Все это части Австро-Венгрии. Однако через три года, осенью 1920-го, все завершилось установлением в Украине коммунистического режима. Сегодня, спустя сто лет, возникают закономерные вопросы. Как могло случиться, что большевики, которые в основном были сосредоточены в промышленных центрах Украины и имели мизерное влияние на население, смогли построить государство на основе коммунистической идеологии, которая продержалась почти 70 лет? Как украинское общество, которое мало привлекало большевистская программа, оказалось зараженным коммунистическими идеями? Ответы на эти непростые вопросы, по мнению украинских историков, кроются в нескольких плоскостях. Прежде всего, иллюзорная вера в коммунистическую теорию и сформированная на основе этой веры надежда и представление о счастливом будущем. Насчитывало немало сторонников не только в Украине, но и среди зарубежных интеллектуалов. Это была модная теория по всей Европе. Вовсе не следует считать, что это касалось только Украины или только Советской России. Вся Европа этим переболела в начале 20-го века. Во-вторых, политика большевиков в Украине оказалась не только изощренной, но и циничной, наглой, коварной и лживой. Манипуляции, к которым прибегали большевики ради достижения своих целей, не всегда были очевидны украинским политикам и населению. Фактически, большевики начали борьбу за Украину с февраля 1917 года в схватке с национальным украинским движением. Как марксисты, они опасались, что это движение подорвет единство рабочего класса. Как политическая сила, которая опиралась на городской пролетариат, они с презрением смотрели на движение, которое преимущественно базировалось на крестьянских интересах. На тот момент вся украинская нация была по сути крестьянской нацией. Даже шутили так, что можно было посадить всю украинскую элиту в один вагон. И если бы в какой-то момент этот вагон потерпел крушение, то в принципе украинцы остались бы без своего руководства. И действительно, все украинское движение это в первую очередь крестьянское движение. Для многих лидеров большевизма проблематичным было признать сам факт существования украинского народа. Распространение таких взглядов свидетельствовал один из известных украинских большевиков Николай Скрипник. Для большинства членов нашей партии Украины не существовало как национальная единица. Но в своих публичных речах большевики внешне поддерживали права угнетенных народов на культурное развитие и самоуправление. Но до определенного предела. Если такое движение вело к отделению украинских рабочих от российских, то это уже был буржуазный национализм, с которым предстояло бороться. Преимущество такого подхода заключалось в том, что они делали вид, будто большевики симпатизируют устремлением украинцев и потому заслуживают их поддержку. Партийный деятель того времени, активный борец против украинства Владимир Затонский, неоднократно рассказывал о методах большевистской агитации. Для приобретения авторитета и поддержки среди солдат, которые в основном состояли из крестьян, большевики не чурались откровенного обмана. Свои выступления они завершали провозглашением тех лозунгов, которые на самом деле противоречили большевистской программе, но помогали свергнуть украинскую центральную раду. «Долой войну, иди домой, немедленно забирай землю». А с землей центральная рада как раз медлила. Украинская центральная рада так само приняла закон про социализацию земли. Украинская центральная рада также приняла закон о социализации земли, который, с одной стороны, был встречен очень радушно сельским населением Украины, которая вернулась с фронта. С другой стороны, он не очень соответствовал украинской традиции. Той традиции земельного владения, которая была распространена, которая продолжалась. Земельного владения, яка была поширена, яка все-таки тривала, и под этот закон подпадало значительное количество земельных владений не помещичьего характера, а крупного землевладения, среднего землевладения, которые имели крестьянское происхождение, но были достаточно состоятельны. Таким образом, развитие аграрных событий, а главное, с одной стороны, объявление социализации земли, а с другой стороны, промедление с реальными аграрными реформами на селе. Когда было задекларировано распределение земли, а фактически ничего не делалось. В тех условиях позиции большевиков выглядели выигрышными. Большевистский переворот в Петрограде, сбросивший временное правительство, был одобрен вторым Всероссийским съездом Советов, который контролировался большевиками и их союзниками. Они попытались применить ту же тактику и в Украине, созвав всеукраинский съезд Советов в Киеве в декабре 1917 года. Но большинство делегатов поддерживало Центральную Раду, поэтому запланированный большевиками переворот провалился. Тогда большевики прибегли к провокации. Они покинули съезд, перебрались из Киева в Харьков, квалифицировали Центральную Раду как врага народа и 24 декабря 1917 года провозгласили создание Украинской Советской Республики. С севера и востока на Киев шли большевистские войска, в то время как в самом городе большевики устроили восстание рабочих завода «Арсенал». Январское восстание было выступлением пятой колонны, которая была подготовлена из Москвы и Петрограда. И большинство людей, которые принимали в нем участие, это люди, которые пришли с российской территории. Потому утверждалось, что якобы то восстание было внутренним делом, что якобы только рабочие участвовали. На самом деле это было совсем не так. Скорее, это была ситуация современного Донбасса. То есть пришли определенные люди, которые вооружили рабочих и остальную часть людей, которые находились в Киеве, находились под влиянием большевиков. И подняли антигосударственное восстание, ожидая подмогу войск Муравьева, который в то время двигался с востока в Украину. Муравьева, который в тот час рухался сходу на Украину. Вооруженное восстание было подавлено войсками Центральной Рады. Во времена украинской державы Гетмана Павла Скоропадского большевики не забывали напоминать, что немецко-австрийская армия, которая способствовала забновлению помещичьего землевладения, пришла в Украину по приглашению Центральной Рады. Летом 1918 года они пытались спровоцировать антинемецкое, антигетманское восстание. Вспомним политическую силу российского толка, компартию большевиков Украины, которая провозгласила всеукраинское восстание летом 1918 года. В конце концов это закончилось авантюрой. Известные Багунские и Тарасчанские полки, которые были сформированы из числа повстанцев Тарасчанского уезда и других окружающих сил, они в конце концов должны были уйти на территорию Российской Федерации и там, в так называемой нейтральной зоне, формироваться, доукомплектовываться за счет российских сил. По мнению украинского историка Геннадия Ефименко, на руку большевикам сыграл командующий русской добровольческой армии Антон Деникин. Летом 1919 года его войска захватили значительную территорию Украины и установили там военную диктатуру. Антон Деникин, пишет Ефименко, не скрывал негативного отношения ни к идее украинской государственности, ни к распределению земли. После его короткого нашествия украинцы поняли, что может быть еще хуже и сделали вывод, что единственным способом выживания украинской государственности являются поиски компромисса с большевиками. А когда осенью 1919 года добровольческая армия двинулась на Москву, в среде украинских интеллектуалов возникли определенные колебания. Тогда выдающийся украинский общественный деятель Евгений Чикаленко записал в своем дневнике. Благодаря большевистскому перевороту образовалась независимая Украина. Возможно, со смертью в Москве и советского правительства погибнет и украинское государство. Осенью 1920 года большевики фактически захватили всю Украину. Пришли они сюда с освободительной риторикой и популярными в народных низах лозунгами. Пришли с лозунгами «Вся власть советам», «Земля крестьянам», «Заводы рабочим», «Мир окончания войны». Но все же основной инструментарий обеспечения этих лозунгов заключался в терроре. В терроре тех слоев населения, которые рассматривались как препятствия в построении большевистского коммунистического режима. С приходом в Украину большевики ввели жесткую экономическую политику, известную под названием военного коммунизма. Она включала национализацию земли и промышленных предприятий, принудительную трудовую мобилизацию и экспроприацию зерна у крестьян. Катастрофическое положение в экономике привело к резкому росту недовольства большевиками, что вылилось в большие забастовки и крестьянские восстания, которые охватили всю Украину. Масштабы колоссальные. Исследователи говорят о том, что с 17-го, может быть, с 18-го годов и до Голодомора в Украине продолжалась такая крестьянская война. Это была война всех против всех. В этой войне участвовало действительно все украинское население. Поняв, что политика военного коммунизма претерпела крах, большевики снова прибегают к тактическому мастерству. В марте 21-го года они провозглашают новую экономическую политику, которая предусматривала наличие рыночных отношений на селе. С возвращением достатка и стиранием из памяти кошмарных лет российской интервенции украинские крестьяне начали терпеливее относиться к большевистскому режиму, на который раньше смотрели с большим подозрением. Следующим тактическим шагом большевиков навстречу якобы национальным интересам стала принята в апреле 23-го года в Москве программа проведения коренизации. Она предусматривала привлечение представителей коренного населения советских республик и автономии к местному руководству и оказание поддержки национальным языкам. Коренизация провозглашается, и в каждой республике она приобретает свои формы. В Украине она продвигалась в двух ипостасях. Украинизация относительно украинцев и коренизация относительно этнических меньшинств. Политика украинизации, проводимая Кремлем с целью достижения лояльности в свою пользу, на самом деле имела совсем другие результаты. Она привела к невиданному развитию национального образования, культуры и искусства, формированию у украинцев национального самосознания. Окончательно украинизация была прекращена в начале 1933-го года, вслед за которой началась неофициальная русификация. Сначала она проводилась в форме направления в Украину сотен тысяч функционеров для проведения коллективизации. Затем основной угрозой для единственного Советского Союза Сталин объявил так называемый «местный национализм». Под этим лозунгом начались притеснения украинской культуры, образования. Индустриализация и коллективизация вели ко все большему сосредоточению власти в Москве. В Украине это означало, что мечты, иллюзии, достигнутые в 20-х годах, успехи в самоуправлении были обречены. Систематически уничтожая все признаки автономности, Сталин стремился превратить республику в простую административную единицу СССР. И каждый, кто становился на его пути, подлежал ликвидации. Голодомор 1932-1933 годов как месть украинским крестьянам за сопротивление коллективизации. Так называемый «большой террор» 1937-1938 годов, который имел целью ликвидацию политических оппонентов Сталина. Репрессии достигли такого масштаба, что люди начали действительно верить в наличие врагов народа, шпионов и вредителей. Это результат фактически такой 20-летней воспитательной работы, проводимой большевистским режимом с первого дня своего существования. Фактически уже с 20-х годов население Украины привыкло к тому, что в любой момент практически каждый человек по тем или иным причинам может оказаться социально неблагонадежным. И вопрос о его личном персональном пребывании здесь или на другой стороне советского режима, то есть в системе ГУЛАГ, он был делом какого-то случая. Население с 1934 года от убийства Кирова фактически существовало в режиме полного, ежедневного, еженочного массового психоза. Более-менее ответственные работники, которые были наверху, которые ежедневно бегали в вышиванках по массовым мероприятиям, выступали на политинформациях, на совещаниях, на съездах и так далее, все фактически имели собранный узелок и каждую ночь ждали, когда за ними приедут. Вот таким стал конечный результат надежд на светлое коммунистическое будущее. Сегодня, спустя сто лет, мы можем с уверенностью утверждать, что коммунистический проект по построению великой державы равных национальностей оказался очередным фейком. И в результате этих преобразований большая часть национальной элиты и значительная часть украинского населения были уничтожены.